так всем привет сейчас мы малышу примеряем подарок от подписчика из германии седло вестерн и мы сейчас попробуем тут разобраться как застегивать эту застежку вот тут такой вот способ это отпускаем выправляем типа как типа как галстук здесь такой хопс хопс побольше сюда вытягиваем еще побольше вот это но между прочим научиться главное и это все очень работает и подтягиваем вот так то есть нету никаких лишних железячек застежек еще чуть чуть больше там надо ослабить ослабляем еще чуть больше подгоняем потом уже вот следующий раз уже не надо будет там значит лошадь была по размерам поменьше вот так вот пробуем пробуем так вот она здесь уже нам еще чуть-чуть надо чтобы кольцо было вот здесь чтобы кольцо было на потнике потничок я так понял размером маленький еще чуть-чуть отпускаем пускай это вытягиваем так будем пробовать сказали что вторую можно не использовать подпругу ее использует только профессионалы ковбои когда они так ну вот вроде разобрался с этим новым для меня узлом пропустил все единственная вот думаю что у меня в эти стремена сапоги не влезут тут что-то вот немножко вот этот ремень должен как-то по-другому мне так кажется застежка потому что должна быть здесь то есть этот ремень надо будет перевернуть иначе лошади он будет давить тут на бок неудобно здесь как на здесь тоже это застежка также это висит нужно где-то вот здесь быть сейчас попробуем немножко еще до сих пор болеет у него в эти стремена сапоги плохо влазит мая задача просто как-нибудь залезть вообще я скажу так его прям очень хорошо сидит на коне пойду переодену другие сапожки дубль 2 переодел сапожки из-за того что не влазят кремена ботинки стой Другие ощущения. Чувствуешь себя с конем, как заодно прям вообще. Медло сидит на коне лучше. Мне тоже лучше. Отлично. Все подходит. Надо будет, конечно, прикупить еще пару войлочных ботников, чтобы было удобнее. Попробую камеру поднять. Давай, малыш, иди. Чуть-чуть, иди. Давай еще шаг сделать вперед. Стой. Кукпар игра такая есть. Вот там они хорошо умеют. Прям сверху с лошади. Сейчас я залезу в седло. Вот так. Проедем тут. Кубок тут стоит. В общем, разобрались мы с этим седлом. Это кубок стоит. У нас еще погода такая не замерзла. Грязь. Вроде снег лежит, а под снегом земля. Грязно немножко по хозяйству проедем. Это у нас тут весь металлолом, сельхозагрегаты. Лопату приготовляем потихоньку. Снег толкать зимой. Там к ней фаркоп делаем. Так, тут у нас стоит Аргентина и кобылка номер 33. Это вечно гуляющие кобылы. Ну все, 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 все. В общем, седло отлично. Очень удобно. Ну все, 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 поехали. Поехали. Вот так. Вообще классно. И мне прямо, я чувствую, удобно вообще. Просто очень хорошо. Вот. Разобрался со всем. Ну вообще, в принципе, очень все удобно. Вот единственная вот тут вот застежка, вот эта массивная. Я не знаю, как оно будет. Лошади тут. Но я еще видел такие потники, у которых, получается, тут по краям нашита такая мощная кожаная защита от стирания подпругой. И она еще дополнительно играет роль, чтобы вот такие вот соединения, где кольца или еще что-то, оно получается... Ипотник дольше служит. И лошади, получается, удобнее. Вот. В общем. В общем, друзья, все подошло. Все отлично. Большое спасибо за комментарии под прошлым видео. Владимир видео смотрел, читал комментарии и попросил меня передать вам. Большое спасибо за хорошие слова. В общем, теперь я буду только использовать седло Вестерн для того, чтобы ездить. Так как мы занимаемся такими коневодствами, у нас бывает, мы очень долго проводим время в седле. С утра до вечера, можно сказать. И я так понял, оно сидит на малыше хорошо. И я себя тоже комфортно в нем почувствовал. И как я понял, что оно сидит хорошо, это вот, когда седло вот так вот, раз, ну, оно прям как будто, ну, сидит. Вот оно сидит на коне конкретно. Вот. У меня так-то есть и другие седла, кавалерийские, есть и казачье седло. Вот. Мы хотя даже... Для каждой лошади у нас, в принципе, даже свое седло. Для ласточки одно седло, для кобылы майки другое седло, потому что у нее холка покрупнее. И там специально у нас сделано, ленчик сделан с такой более высокой полкой. Вот. И у малыша совсем другое седло у него, потому что и холка большая, и она еще и широкая. Мы уже сами подгоняли кавалерийское седло, покупали вот эти полки и сделали, чтобы оно было пошире. В общем, большое спасибо. Смотрите видео. Сейчас поедем гонять лошадей. Табунчик на Оке. Это Дейцайран. Из соседнего села Табунчик. Может быть, помните из ранних видео. Он на комбайне валил овес. Мы вместе. В общем, что у нас сегодня получилось. С утра на машине поехал. Замешались табуны. Наш табун разделился на три части. И одна часть, маленькая, оказалась... Где баланс, оказалась вот в этом чужом табуне. Ну, когда я на шеребце сюда приехал, прошло уже часа полтора, все наши лошади сами собрались. Баланс отстоял всех от своих лошадей. Я вот сейчас сюда приехал, чтобы проверить, все ли наши лошади находятся у нас. Ну, то есть, наших ли лошадей здесь не осталось. И вот, вроде бы, не осталось. А это в конце бежит жеребец. Владимирский тяжеловоз. Сейчас я провожу их подальше. Потом к своим поеду, все пересчитывать будут по новой. Вчера-то мы с вечера все посмотрели, все было нормально. Ночью, вот, происходят такие события. Малыш, кстати, выздоравливает. Уже сегодня ни разу не кашлянул. И спокойно я весь день. Ну, как весь день? Часа два вот я. Рысью иду. Даже на шаг не переходил. Просто идет и идет рысью. До сих пор не замерзла. Вот такая стоит под снегом каша. Грязь. Машина АКАП едет, проезжает. Хорошая машина. Маленькая, экономичная. В плане топлива. Если разумно, можно даже на таком маленьком джипе ездить по внедорожью. Ну, конечно, уже где-то надо выбежать там. С машиной пешком подвернуть. Хо-хоу! Он их... Куда? А-а-а! Фига, жеребет чуть не напал на меня! Подальше провожу. И потом сами поедутся. Далеко гнать. В общем, заметил такой факт. Повышал! А-а-а! Повышал! 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 Вот какой! Заметил такой факт. Есть лошади сытые, а есть худые. Прикинь, а почему? Потому что... Вот истогонить надо. Все, бегут. Какой жеребец, а? Ну, он взрослый жеребец. Знаешь, что надо делать? На меня чуть не налетел. А-а-а! А-а! Продолжение следует...